здравствуйте друзья хотел поговорить с вами вот на какую тему тема появилась на горизонте в силу вот этого разговора о письме из канады там человек 10 лет прожил и вот он там объясняет почему не надо никуда ехать и там возникло обсуждение и женщина которая здесь уже много лет там не помню 35 37 сша проживает и вот она там как-то так достаточно однозначно высказывается на тему там ехать не ехать то есть как бы и аргумент такой что ехать надо не потому что там в америке лучше а потому что невозможно оставаться вот там и приличному человеку там где вот раз два три 4 5 идут аргументы почему значит почему нельзя оставаться из-за чего я вот что хочу сказать мне сейчас вот 59 впервые разговоры типа вот ехать не ехать оставаться почему и так далее в моей жизни возникли когда мне было лет 14 вот тогда стал реальным выезд в израиль 14 15 и не то чтобы кто-то там из наших родственников таких близких там собирался или интересовался но были какие-то люди которые может быть были не такие близкие которые убивают уехали и это с такой шепотом это вообще боялись даже вслух хочу какие-то пусть даже дальние родственники время было в этом смысле строгое ну и значит да так то тут же значит вы выходили истории про родственников которые там знаете как получалось во время войны кто-то из концлагерей не вернулся кто-то допустим же не там женился вышел замуж за кого-то из польши там много польских евреев то в тридцать девятом году оказались в ссср значит вот они там создавали семьи потом был момент когда можно было ему ехать в польшу то не 7 ему езжали в польшу потом из польши был такой ген генсек польский гамулка его фамилия была гамулка то есть мало было того что там немцы там живых никого не оставили так он еще решил избавиться от тех кто остался тех кто выжил там по лагерям там еще откуда откуда-то и ну ну тоже вообще уже там практически не осталось евреев их не их не уничтожили их просто выгнали страны и вот они оказались многие в израиле и на тот момент вот конец 60-х начало 70-х были люди с родственниками там но не близкими но такими в общем короче вот я с 14 лет это все значит на слух то есть первое время конечно это было все очень негативно там детей своих там вот страну которая с войной там еще чего то потом потихонечку они устраивались потом они потихонечку переезжали в канаду в сша так вот время шло вот это вот вся аргументация почему ехать или почему оставаться там и так далее и был такой вот в то время очень популярный анекдот я вам расскажу значит они тут был такой что стоят два еврея и беседует о чем-то они спорят они евреи не просто так беседует они машут руками и как шел и маликин писал что вот вы можете увидеть там идет там группа евреев они машут руками плюются кричат и кажется что они вот сейчас вопьются друг другу в бороды вцепиться они просто мирно беседует короче мирно беседует там два еврея и тут идет третье мимо не в этом хайм иди сюда есть день ты должен был сказать кто из нас прав там или что-то это подходит третий и говорит ребята я не знаю о чем вы тут спорить но я вам скажу что ехать надо и вот значит уже вопросы ехать или не надо или ехать не надо они как бы вот значит в определенных кругах они достаточно давно муссирует муссировались вот а сейчас это уже как бы на всю х то сказать на все постсоветское пространство распространилось ой жизнь какая значит слава богу что можно уехать если уже хочешь уехать в наше время уехать было нельзя сейчас про другая проблема в наше время можно было трудно было уехать зато тебя принимали всюду а сейчас вроде уехать можно а ты как бы не нужен никому в общем такая сложная сложная обстановка политическая значит я вам расскажу историю одну насчет ехать не ехать просто и случай жизни я познакомился с пареньком одним на форуме говорим про юс это было очень очень давно только на заре так сказать вот восстановление этого форума и он приехал к нам учиться в 2005 году 2005 год вот 10 лет прошло ну и такой парень ему было года 42 на тот момент он был из краснодарского края не помню откуда точно и он был как бы айтишником таким ну типа типа айтишником когда молодым был потом его эти коммерческие всякие дела увлекли он занимался тем и этим написал даже какую-то системку и поддерживал ее там под досом на чем-то на фокс про там но в общем что-то такое экзотическое и статус политического беженца рефюджи остаться с политического вот это вот беженца он получил в девяносто пятом году в девяносто пятом в то время это было вынести как как это было просто то есть надо было ну не в тот же день а так скажем за какое-то время до того нужно было приехать в москву к американскому посольству там стояли такие ящики вот значит ты брал такую application форум заполнял и бросал в этот ящик и в какой-то момент тебя вызывали если тебе не давали статус беженца тебе давали статус пароль который точно также позволяет тебе приехать и в общем через год там свою грин карту получить и так далее если что вот там с паролем там на вилфер так просто не попасть и так далее но в общем то совершенно нормально то есть все кто в ящик бросил все приехали кто хотел и вот он вот видимо я так понимаю был из тех кто бросил в ящик но поскольку между бросанием заявление в ящик и вызовом на интервью прошло какое-то время там парад пару лет может быть прошло он за это время увлекся какими-то может быть коммерческими делами то есть скажем так в 30 лет он бросил а в 32 его вызывают и дают ему статус беженца а он замотался забегался вот со своими коммерческими там делами какие-то у него надежды были что-то он себе там думал а он еще холостой не семейный он сам по себе парень и вот в общем так во всех этих делах и представьте себе что в 2005 году 10 лет спустя получает он письмо из американского посольства хорошо что нашли может он адрес не менял не знаю получает он письмецо такое что уважаемый товарищ такой-то вы тут десять лет назад у нас числитесь в беженцах и если там до такой-то даты там но я не помню несколько месяцев ему дали вы не отвалите в соединенные штаты думаю штатус беженца аннулируем поскольку надоели бы нам кожи горькой ритки в общем так я вот от себя вежливо и тут поскольку им уже не 32 а уже 42 и он даже трудно сказать может быть ему жалко было потерять что-то такое чего у него может ему сердце грел я не знаю но короче он приехал вот он на форуме говорим про вес меня нашел он к нам приехал это был первый человек который приехал вообще с форума я с него даже денег не брал из идейных соображений потому что я я там тусовался в общем-то и школа тогда была почти в нулевом таком состоянии у нас был страховой брокерич и мы собственно с него и жили и так как-то школа так шла не знаю ни шатка ни валка и я как бы даже не брал с него денег чтобы не получилось что я на форум хожу там клиентов там на себе ищу и так далее я как я из и я же идея и вот я с него даже денег не брал в общем он приехал и дальше все было дальше это было такое комедийное то что дальше происходило сюр я бы сказал потому что он из таврополя он был вот я вспомнил из таврополя потому что он получился и курс он проходил на на раза три или четыре и я когда я могу а что ж ты на работу не ищешь что же ты вот все ходишь и ходишь он говорит английский готовы вот подхватываю там было несколько преподавателей с очень хорошим английский вот он ходил их слушал просто ради английского а сам в это время там за десятку в час подрабатывал в таком сервисе где копировальные машины стоят вот значит в какой-то момент он копируя бумаги для каких-то индийских рекрутеров увидел какие деньги там люди получают ну так между делом почитал и ему стало обидно и тогда он решил все-таки уже идти искать работу первая его работа была ребята 2000 там не знаю 6 7 это вот так вот значит первая его работа была на 40 долларов в час и он мне говорит вот там такая работа как молодец поздравляю а что там он ну два месяца контракт наперли что-то там программировать ягод и чё перл узнать он ведь нет ну ведь я там не помню что там он в досе в досе писал на быть быть файлы писал бы то это все это одно и то же ягу нифига себе от игру когда-нибудь работал под юниксом он говорит нет я под досом работал все это делать все одно и то же я дайте у меня глаза прямо на лоб вылезли я думаю что ждать что будет через два месяца мы продлили еще на два месяца он там проработал четыре месяца и когда я его спросил так реально ты что подперла наперли под юниксом работает он где ты понимаешь где описать то пишу скрипты но поскольку этот бэк-энд для которого все это пишется не готов то мне даже запустить нет не под что так я пишу как стол можно сказать вообще такая интересная была история мало того четыре месяца прошло и он еще там на несколько месяцев уезжает ставрополь навестить значит там родственников я не знаю что они там за дела и и я прямо знаете как в белой горячей ягу что ж ты делаешь это же момент это же ты не можешь уехать ты должен новую работу дать и дать они агиту ехал потом через четыре месяца вернулся нашел новую работу и я говорю сколько замиранием сердца не повезло где те же самые 40 баксов больше хотел больше ну не суть я просто к чему вам рассказываю вот вот представьте себе того же самого парня который приехал 42 представьте себе что он приехал в 32 представьте себе где бы он был на какой высоте вообще на каких вершинах он был бы профессиональных и только профессиональных с точки зрения адаптации в новой стране и и английского и сколько бы у него же там недвижимости было там разбросано тут и там мать и сколько бы он уже опять дело не в деньгах дело не в том чтобы ты три шубы на себя не оденешь давайте не в этом дело но но степень того насколько состоялся человек понимаете насколько корнями пророс в грунте как бы сидит крепко вот об этом речь идет поэтому я из этой дискуссии которая там возникла в комментариях что хочу сказать в принципе конечно можно и 70 лет уехать там можно и 52 уехать и в 42 но я хочу сказать насколько классно уехать в 22 но даже в 32 давайте по сравнению 42 52 62 72 и так далее когда столько всего можно сделать и поэтому я я считаю что важно важно помогать людям разбираться вот в этом вопросе мне говорят если у человека возникает вопрос ехать или не ехать пусть сидит дома и никуда не рыпается это конечно но но я считаю что всякий человек разумный у него есть сомнения наличие сомнения не говорит об отсутствии мотивации не говорит об отсутствии потребности она говорит о том что человек взвешивай и я хочу сказать что конечно бывает ситуация когда ты уже не взвешиваешь когда горит и ты бежишь чтобы там на тебя не рухнуло когда например стреляют и ты там и закопался и сидишь тихо значит в надежде что пронесет ну ну у жванецкого была такая что хохмочка что вот мол мы мало там в жизни люди друг другу мало сочувствуют мало милосердия и вот вот если все нами не подорвались ну так об этом же можно только мечтать знаете это уже не сказать они я говорю так вот к чему я говорю не надо ждать пока мина рванет понимаете вот если мина рванет конечно тогда проще эти самое простое когда мина рванула ведь когда повестка там какой-нибудь организацию там еще чего-то и сразу раз там чего было в карманах и на границу конечно так проще а если у человека нет вот такой вот такой ситуации то он взвешивает он смотрит у него ну как бы есть чего терять и мы смотрим отсюда и мы держимся за животы трясущие сигарю что у него есть терять что что у него есть а у него другого нет а это его понимаете а вот вот у него вот это есть и она ему дорого потому что у него есть у других нет и вот там где он живет это очень даже ничего относительно знаете поэтому нет задачи кого-то мотивировать там на отъезд не дай бог вы пусть человек живет там где ему комфортно и все но когда он мечется когда у него в голове какие-то бред бредовые аргументы эти бредовые я не говорю серьезно семья родители это не бред это все серьезно вот а вот допустим там я не знаю наталья квих мне рассказала она вчера что ли позавчера повесила видео как ее сын когда в армию американскую там поступал на службу присягу давал какой-то сюжет и кинеза и тут на нее сразу налетели какие-то люди вот типа там в донбассе там нашим наших значит там молодежь погибает а ты вот значит такое больные люди понимаете есть больные люди и бог с ними кто про них говорит но мы-то про здоровых а здоровый человек у него есть сомнения это у зомби сомнений нет вот его скажи туда идешь он идет его грызи грызет стреляй стреляет а нормальчик он в сомнениях тут чё вам помогать от знака зодиака зависит вот я сколько встречал мужиков которые родились под знаком весы не хочу сказать что сто процентов но хочу сказать что очень многие с трудом принимают решение они все время взвешивают так действительно но вот но я поначалу смеялся потом когда столкнулся вот вижу чек с трудом решение принимает ягод и какой тебе знак зодиака он говорит весы вот есть очень очень существенная корреляция замечал но не суть значит я к тому говорю что не надо подхихикивать над теми кто находится в состоянии выбора в состоянии когда ему нужно определиться пойти когда он определиться он может быть даже лучше нас всех там добивается того чего он добивается а пока человек не определился чем может добиться тоже важно и иногда посмеяться над над собой над аргументами над тем над тем это важно и важно может быть тому кто живет там и находится там на 95 процентов под воздействием или так скажем на фоне вот пропаганда лживый вот может быть ему важно услышать от людей которые здесь услышать как они хохотят когда им вопрос такой задать поэтому она неплохо вот так я призываю людей которые в состоянии выбора в состоянии неопределенности я призываю чтобы они долго в этом состоянии не находились ну или туда или сюда ты это уже неважно туда или сюда когда ты определился с чем-то да тогда тогда тебе проще ты можешь жить вот в этом направлении или в том направлении когда ты на двух стульях пытаешься усидеть вот вот это тяжело я например с удивлением таким знаете внутренним смотрю что люди там по пять лет по 10 лет играют в лотерею green card я понимаю что если они серьезно к этому относятся а все-таки они если от играют наверно серьезно относятся вот как им жить сегодня и тут здесь и сейчас когда у них мысли вот там и и тогда понимаете вот сложно влияет как-то на на общее состояние мне кажется вот наверное все я практически прибыл на работу и в этот момент с вами прощаюсь счастливо